Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Извините, сегодня тема лекции видео-рока следующая. Боли в органе печень и желчном пузыре одновременно. Бывает такая странность иногда. Почему странность? Потому что печень это инский орган, а желчный пузырь это янский орган. Янский орган может болеть, мы уже знаем, острой болью. А печень, инский орган, будет ныть от ноющей боли. И вот эти две боли, которые могут парализовать человека, на самом деле, парализовать. Почему? Потому что желчный пузырь и печень отвечают практически за правый бок. За правый подреберье, спускаясь вниз кишечника, мы скажем, за правый бок. И когда у человека, допустим, начинаются эти боли, то полностью у человека может, скажем так, ну не слово парализовать, скажем так, жизнедеятельность будет нарушена с очень большой вероятностью. Прежде всего, здесь вот из своей практики могу сказать, уважаемый зритель, помните, если вы ведете образ жизни сидячий, скажем так, постоянно на стуле находитесь, скажем, не занимаетесь физкультурой, то боли в желчном пузыре печени и в других органах может возникать из-за того, что ваш позвоночный столб принимает уже практически неправильную форму. Вот чтобы этого не было, помните, есть простое такое, скажем так, название физического снаряда в физкультуре и спорте, как турник. Это замечательное, скажем так, снаряд, который просто-напросто может пользоваться каждый во благо своего здоровья. И здесь еще следует подсказать вам, нужно научиться висеть на турнике, при этом расслаблять все тело. Не думайте, что вот вы схватились за турник, повисли и все, вы правильно все исполнили. Нет, нужно учиться расслабляться, когда висишь на турнике. Почему мы об этом говорим? Потому что позвоночный столб частенько принимает неправильную форму из-за неправильного образа жизни любого человека. Ну, это каждый хозяин своего тела, здоровья, сам мир. Просто подсказкой этой воспользуйтесь. И если вы ведете неправильный образ жизни, потихонечку этот позвоночный столб начинает деформироваться. А турник вам его выравнивают. Идеально выравнивают. Ну, помимо турника еще желательно спать, скажем так, на ровном, на досках. Для чего? Для того, чтобы энергия никуда не провалилась. Вы знаете, раньше были кровати все, скажем так, с сеткой. И когда человек ложился на кровать, то у него вся энергия собиралась в пятой точке. Вот вам, пожалуйста. А когда человек спит на ровном, энергия не может нигде скопиться. Она простирается вдоль этой ровности, равнины. Итак, вернемся в боли желчного пузыря и печени. Помните, это один элемент, который включает в себя два органа и два меридиана. Если они не выполняют, либо враждуют между собой, то необходимо воспользоваться точкой ВС-12 для того, чтобы устранить, либо оказать первую помощь при болях в органе желчного пузыря и печени. Также следует помнить, чем вызваны боли в печени и в желчном пузыре. Это самое важное. Может, человек перепил и печень заболела. Может, у человека пошли камни. А может, у человека закупорены желчные протоки и начался боли в желчном пузыре. А может, надо сделать клизмы, освободить желчные протоки. Камни выйдут, желчь выйдет и желчный пузырь перестанет болеть. Может, все-таки человеку надо перестать пить и печень перестанет болеть. Вот на это первое необходимо обратить внимание Внимание надо обратить на диету, то есть не на диету, а на то, что вы едите Почему? Потому что желчный пузырь является первым органом, который чистит все органы Запомните, если вы едите очень много неестественного продукта, не живого Тот, который не несет энергию, а только губит внутреннюю флору и фауну человека То желчный пузырь будет первый страдать Запомните, не желудок, не поджелудочный, а желчный пузырь Потому что желчному пузырю придется чистить ваш организм И если это будет затруднено чистка организма, желчный пузырь будет об этом сигналить В виде боли либо расстройства Так что данную информацию берите, пожалуйста, во внимание Также следует помнить, если болит меридиан, то есть если болит орган печень и орган желчный пузырь Необходимо также знать, в каком состоянии те меридианы, которые проходят в этой области Вот смотрите, из-за неработы, либо из-за воспаленности меридиана почек может воспаляться желчный пузырь Из-за воспаления, скажем так, меридиана желудка может воспаляться орган печени и так далее и тому подобное Потому, когда мы говорим, что точка ВЦ12 помогает при болях в печени и желчном пузыре То это как скорая помощь и вы можете работать с этой точкой Но необходимо сделать все-таки диагностику и посмотреть, а что еще провоцирует боли в желчном пузыре и печени Ну и конечно же помните о турнике и о физкультуре, физической культуре Она также может влиять, культура физики, на состояние, то есть на боли в печени и в желчном пузыре Вы задаете вопрос, почему? Потому что согласно восточной медицине мы знаем, что желчный пузырь это культура человека А печень это дух Вот может печень болит из-за того, что человек не воспитывает свой дух Потому воспитывайте свой дух, умножайте свою культуру, скажем так, оккультуривайте свою культуру ежегодно Воспитывайте свой дух и боли в печени и в желчном пузыре вас не посетят Спасибо за внимание Спасибо за внимание